Конфликт в краевом центре охраны материнства и детства возник из-за реорганизации ортопедического отделения. Два отделения объединили в одно, из-за чего врачи пожаловались на дефицит коек. Министр здравоохранения региона пообещал разобраться в ситуации. Поэтому, если еще раз решение будет, будет аргументация в части необходимости расширения коечного фонда, мы это решение примем. Врачи роддома номер один попросили работать в обычном режиме. Однако выяснилось, что руководство медучреждения не выполнило предписание распотребнадзора, а ведь безопасность пациентов превыше всего. Необходимо продемонстрировать готовность к безопасному оказанию медицинской помощи женщинам и безопасной ситуации в отношении медицинского персонала. В краевом диагностическом центре врачи пожаловались на выплату заработной платы в размере МРОД. Как оказалось, из-за эпидемиологической ситуации плановую медицинскую помощь в центре не оказывали около двух месяцев. Многие сотрудники находились на самоизоляции, это сказалось на зарплате. Отметим, врачи, которые работали в красной зоне центра, то есть с ковидными больными, положенные выплаты получили. Дмитрий Попов заявил, что сейчас говорить об открытии центра для плановой помощи рано. Что касается заработной платы, коллективу нужно пересмотреть условия трудового договора. Изменения у вас в коллективном договоре, они, я повторюсь, перезрели. Надо садиться и обсуждать вопрос. И обсуждать, пожалуйста, просьбу увлекать коллектив в обсуждение этого вопроса. Дмитрий Попов пояснил, министерством разрабатываются меры для поэтапного возвращения медучреждения в обычный режим работы. Иван Горбатов, Анатолий Фукс, Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова